Среди учеников 4-го А-класса средней школы номер 25 Дима Стасюк отличается особой энергичностью. Он яро работает на уроках, всегда рвется вперед, особенно отвечает у доски на любимой математике. Наблюдая за Димой на уроке, сложно догадаться, что перед тобой настоящий артист. Во время занятий он прилежный ученик, который внимательно слушает учителя и никогда не отвлекается по пустякам. Чтобы достичь какого-то результата, надо выкладываться по максимуму. Вот к этому дети приучены. И я так думаю, что вот это качество и Диме очень помогло. То есть он понял, вот когда сделали отбор, наверное, повлияло его внешние данные, то, что он такой красивый, такие удивительные, замечательные глаза. Но такие глаза у нас у многих в классе, когда говорят, вот тот твой ученик, у которого такие замечательные глаза. Мне очень тяжело выбрать, потому что глаза замечательные у всех. Я знала, что Дима никогда не растеряется, потому что он по характеру боец. То есть он не мог подвести себя, он не мог подвести свою семью, маму, бабушку, дедушку, папу, которого он безумно любит и будет любить, конечно, всегда. Он не мог подвести нас, наш класс, меня и нашу школу. Я очень сильно горжусь своим ребёнком за его такую целеустремлённость. Я, конечно, от него такого не ожидала, честно, потому что он у меня мальчик такой в меру шустрый, скажем так, но шустрый. И у него иногда бывает, если где-то что-то не получается, он это кидает. А тут вот занимался, стремился достичь своей цели, стремился достичь своей мечты, чтобы выступить на этой сцене. Вот как-то так проявилась у него сила воли. В 25-й школе 4-й А знаменит. Считается, что здесь учатся только максималисты, которые стремятся добиться успеха всегда и во всём. Дима Стасюк в этом плане не является исключением. Кроме искренней любви к математике, мальчик увлекается спортом и литературой. Одноклассники уверены в Диме и, несмотря на его звание и награды, видят в нём настоящего друга. Он добрый человек, хороший друг. Он увлекается футболом и математикой. Умный, очень добрый, хороший друг. Увлекается спортом, математикой. Мальчик, приятно, когда тебя все узнают, все на тебя смотрят. Например, вчера к нам приходила домой и каледовали, а потом мы с мамой несли конфеты и у меня спросили. Мальчик, а ты в какой-то программе? Я сказала, да, я пою. Ну, приятно мне тогда было, что меня узнали. Надо быть очень смелым, ну, потому что вот если ты не смелый, ну и что, ты выйдешь перед тысячами людьми, и что, ты будешь дрожать? Нет. Ещё надо быть очень сдержанным, потому что у многих детей, у всех даже, может даже и у меня иногда были нервные срывы. Это, то есть, мы просто семь дней с девяти утра до часу ночи, можно и так сказать. Все. И мы только заспали в час ночи и проспались в девять утра. И вот так семь дней подряд. И мы там чуть бы с ума не сошли, конечно. Но вытерпели. Нас там и мучили до концертов. Как началось, так сразу пошло, сразу. Надо и песни учить, ну, конечно, хоть что-то делать есть, а то домашнее задание, домашнее задание. Уже как-то хочется другого что-нибудь. Как только Дима переступает порог актового зала, серьёзный ученик превращается в яркого артиста и актёра. В студии «Радуга» он занимается всего год. Педагоги именно этого коллектива впервые открыли в нём музыкальные таланты, которые помогли юному дарованию проявить себя во время отборочного тура проекта «Я пою». Они уважают Диму за его стремление и твёрдый характер. Накануне Нового года, 2013-го, мы готовили сказку «Приключения красной шапочки». И, как всегда, вы знаете, проблема является участием мальчика в спектакле. Я обратилась к Майе Михайловне за помощью и попросила у неё пригласить к нам в спектакль несколько ребят. Среди них оказался Дима Стасюк. Он исполнял в нашей сказке роль дровосека, спасающего красную шапочку и бабушку от серого волка. Так ему удачно понравилось выступать. Сам интерес, я думаю, возник у него, когда он выступал в нашем спектакле. Он так замечательно играл свою роль, так рьяно отбивал бабушку и красную шапочку, как он великолепно танцевал танец дровосеков с молоточками. С Димой мы познакомились накануне Нового года и поставили его в спектакль. К 8 марта обнаружилось, что он ещё и замечательно поёт. И мы с ним готовили песню «Мама». У него проявился такой голос, он такой внимательный мальчик, который откликается на все замечания. И мы начали выступать. И после этого мама, когда услышала его пение, решила, что надо его попробовать в этот конкурс. Мальчик очень замечательный. Он впитывает всё, что ему говорят. Откликается на все замечания. Голос развивается с прогрессией очень большой. Поэтому мы очень довольны и мы очень хорошо с ним работаем. Каждая репетиция для юного артиста проходит с полной выкладкой. Дима старается, чтобы всё, чем он занимается, было на высшем уровне. Хорошо бродить по улице, с карабелькой за щеколью. А ещё одну для друга, даст кармашек на запас. Потому что, потому что В студии «Радуга» Дима Стасюк занимается с удовольствием. Здесь он нашёл новых друзей. Здесь получил первый шанс стать настоящей эстрадной звёздочкой. И несмотря на все трудности, Дима уверен, если чего-то очень хочешь, нужно к этому стремиться. И тогда всё получится. Мы голосуем за нашего Диму!